Здравствуйте, Александр Владимирович. Здравствуйте. Есть такое выражение, слишком умный для актера. Всегда вот эта вот закономерная цепочка развития умного актера в режиссера. Вы знаете, я вообще к себе отношусь с юмором, потому что, ну, невозможно же к себе относиться серьезно, говорить, о какой я умный, да, или какой я глупый. Но идет какой-то процесс внутри тебя, ты идешь за этим процессом, ты хочешь все-таки слышать то, что происходит за окном, ты хочешь как-то быть вот, уже это невозможно быть молодым, но ты хочешь быть с молодыми, поэтому ты работаешь со студентами, поэтому ты идешь к ним, идешь туда, где какая-то другая энергия, ну, и таким образом развиваешься. Я думаю, что, а то, что касается там ума, ну, знаете, знания, они же ведь умножают скорбь, как известно, поэтому лучше не думать все-таки и не знать. Ну, вот все-таки вас чаще просыпается в актере режиссер или наоборот в режиссере актер? Вот когда вы работаете на акту, в материале. Не знаю, это же такой творческий акт, да, ты же занимаешься творчеством, ты как-то рядом вот с чем-то творческим находишься и не думаешь о том, когда ты режиссер, вот, а я режиссер, а не актер, или когда ты актер, ты думаешь, что вот я сейчас актер, а не режиссер. Это все взаимно, иногда на сцене ты видишь какие-то вещи, вот здесь я бы сделал по-другому, но ты идешь за режиссером, потому что ты подчиняешься его воле, и режиссер — это бог на площадке, я так считаю, так воспитан. А вообще Александр Галибин как актер может отдаться любому режиссеру за любым режиссером пойти или нет? Мне, да, наверное, ближе все-таки люди, которые совпадают с моим духом, да, с моим пониманием театра, творчества и профессии. Но все-таки, вот возвращаясь к умному актеру, да, многие режиссеры боятся работать с умными. Я не знаю, нужен ли вам артисту, все-таки вот у меня даже... Неужели же это марионетка, и вот кукловод вводит за ниточки? Ну, в какой-то степени да, в какой-то степени да, а в какой-то степени нет. Это так сложно, это разговор такой, мне кажется, тема отдельная, которая требует каких-то других. Иногда марионетка, иногда нет. Иногда ты отдаешь полную свободу человеку, только корректируя, иногда жестко закрепляешь. Уже сейчас такой опыт, что ты всегда знаешь, как с кем работать и как с кем правильно поступить. Александр Владимирович, это, конечно, сугубо мое мнение, но мне сейчас кажется, что нет героев на сцене, на экране. Вот так, что прям герой-герой. Как правило, это какие-то кастрированные персонажи, недоделанные. Это с чем связано? С тем, что нет хорошего материала, нет хороших режиссеров, которые могут сделать этого героя. Или не хватает таких актеров? Изменилась страна целиком. Поменялась система координат целиком. Соответственно, поменялся и герои. Если раньше при социализме герой был ясен, понятен, всегда что-то преодолевал, всегда приходил к счастливому концу в определенной системе координат, то сейчас, когда театр тоже должен меняться и должен все-таки слышать, что происходит, ну, не только театр, да, и драматургия, скажем, то не так просто определить, что же сегодня является героем. Ваша коллега Лариса Голубкина сказала, что нужны фокусы на сцене. Хоть цирк, лишь бы пошел зритель. Вы с этим согласны? Я думаю, что, наверное, где-то этот фокус нужен, а где-то фокус и не нужен. Знаете, как вот мы вот в этом фойе, в котором мы сейчас с вами сидим, мы репетировали спектакль, который назывался «Плачевная повесть о Дон Кихоте Ла-Манческом». Вот мы сидим, и я думаю о том, что вот здесь мы ездили там с Женей Калашником, с Колей, которого уже нет, по этим вот, и пытались как-то что-то такое сказать. Был ли там фокус в этих велосипедах, в этих колясках? Я не знаю, но вот когда люди приезжают из Новосибирска и говорят о том, что «А мы помним ваш спектакль «Дон Кихоте Ла-Манческий», там вот ездили на велосипедах, там вот вертелись к рук, вот фокус это, не фокус, я не знаю, но остается память. Память это не фокус, в памяти остается только то впечатление, которое ты получаешь как очень сильный импульс, да, то это мне дорого. А фокус это, не фокус, я не знаю, может быть, фокус. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам. Новых ролей, удачных спектаклей. Возвращайтесь к нам в Новосибирск. Спасибо, спасибо.